Длинные каникулы. Волонтер понимает, что ориентироваться ей придется на объем. Впереди новогодние, рождественские праздники, время приятной суеты, поиска и покупок подарков для всех. Но для домашнего мини-приюта Саваки Симашка этот период, увы, всегда самый тяжелый. В ближайшие дни все поставщики, все оптовики на базах, все доставки уйдут на длинные каникулы, оставив нас наедине с магазинами и с их укороченным рабочим графиком, очередями и, главное, ассортиментом и ценами, которые приют никогда не потянет. Дешевого фарша, мясных обрезков там никогда не найдешь. Да и сама волонтер Марина Абельдяева, как бы ни старалась, за раз больше 20 килограммов на общественном транспорте никак не довезет до приюта. Всегда со страхом вспоминает женщина, то совсем недавнее время, когда несколько первых январских дней в рационе собака оставалась лишь у крупа, до пары мешков макарон, выпрошенных ко всему тому вдох. Очень боязно снова оказаться в такой ситуации, очень страшно остаться с пустыми мисками, сидящими около них понурыми хвостиками. Сейчас в последние дни работы наших поставщиков важно запастись всем, чем только возможно. Но ориентироваться нам все равно придется на дешевый фарш, крупы и экскурдир. О спецкормах, курятине и всеми любимого чапи в этот период даже не мечтаем. Тут главное объем. Главное никому не остаться голодным. В оставшиеся до праздников дни мы будем стараться закупиться по максимуму, но хозяйка уже сейчас осознает, что с самим нам не справиться. И вряд ли пережить в сытости этот длинный, сложный период без поддержки. Поэтому мы вынужденно обращаемся за помощью. Любые мясные, куриные, субпродукты, обрезки и полуфабрикаты, любые сухие корма и консервы, любые крупы и макаронные изделия. Все это можно привести в приют в любое время. Все это всегда примем с огромной благодарностью.